Четвертый этап наш в 2017 году проходил в городе Винец, и он был для нас самым ярким. Почему, Бодя? Ну, слушай, это наша домашняя трасса, нужно сказать. Да, мы начинали с Винницы в 2015 году, мы знаем каждый угол этой трассы, и, наверное, может быть, даже это нам помогло встать на тумбочку. Мы приехали рано, в 2 часа дня, в пятницу, в Виннице, уже трасса была готова, мы успели покатать команду No Motors, потренировали парные заезды. Ну, в принципе, устали, мы сколько, часа три, наверное, катали, да? Да. Вот, прокатали трассу раньше всех, поэтому суббота для нас прошла на таком, знаете, light режиме. Короче, не получилось у нас протестить наши модные новые педали, амалогированные, потому что дождь пошел у нас в Виннице. Музыка Полная жопа происходит, едем на хорошей резине, нам ее подогнали в Минске, спасибо некоторым хорошим людям. Мы практически не ездили на тренировках на одиночных, уже дожидались на боевых одиночных тренировках перед квалификацией, когда уже сидишь на трибуне и смотришь, как все пилоты валят боевое, ну и плюс-минус понимаешь, как они будут ехать парные заезды, и потом как бы начинать с квалификации. Особенно был полезен анализ их езды, потому что дождь весь день шел. Друг мой с Одессы, хорошо едущий, скажи хоть пару слов нам на камеру, что-нибудь, как тебе сегодняшний день? Зашибись, я у тебя очень здоровскую штуку подсмотрел, с газа ставится, газ, сцепление бросил. Да, флиппик такой, уману. Да, да. Получается? Отлично. Ты уже прикатался? Я, да, прикатался сколько, 8 проездов сделал, весь день на одной резине катались. Да, у меня там... Миллер немножко сломался, вот, кто еще сломался? Мы чуть-чуть сломались, но ничего, мы сейчас это все сделаем. Это человек, который не может жить без бетона. Его зовут Дмитрий, он же прораб. Он очень опытный пилот, правда, не очень стабильный. Очень стабильный. Стабильный херячешь бетон, да. Стабильный. Как тебе этап? Пока не очень. Я не задержал. Как тебе проезды? Ну, у меня есть черепахи, но как бы подождил не очень. Судьями было проверено это решение каждому пилоту дать два пробных проезда. После этого он должен был, пилот должен был сразу ехать три боевые квалификации. Нужно было переобувать тач, что в зоне старта, а зона старта находилась, наверное, метров в троп-стан. Вот от тех зоны. Два колеса и два колеса. И Донграды, и Донград. Донград, вот, два колеса. Короче, по тискальски. Ремни смотрел, все? Все четко, все проверили жидкости, все затяжка, перетяжка. Все, давайте, забирайте. И в принципе, вы представляете, да? Пять человек в комплекции, вот, как он, как я. Бегут с Донградами, с колесами, с поливалками в зону старта, чтобы меня остыдить и как бы переобуть. Ну вот. Заталик был очень с горячом. Первый метод вывез. Восемьдесят девять с половиной. Посмотрите, какое красивое небо. Видите, четыре точки. Это топ-4. Вот видите, самая большая длина, это я. Какая несу, а? Будем играться с котиком. На хрен мы вообще его позвали. Ну что он здесь делает? Котика два, а ты один. Не хватает мне ручки дальше. Реально кот живой, если что. Ты его поломал. Реально кот живой. Реально кот живой. Богдан пошел работать. Просто скоро две ночи, ему скоро надо выходить на работу. Топ-16 для нас прошел достаточно легко. Мы встретились с львовским пилотом на моей же старой машине BMW E46, которым я выступал в 2015 году. В принципе, да. Мы его отъехали, попали в топ-8. В топ-8 я встретился с Александром Косоговым. Да, пришлось немножко подняться. Саня на самом деле очень открыто едет. Открытый пилот, такой душевный. Он дает подъехать близко, дает хорошо переложиться. Но, видимо, я где-то был немножко быстрее, немножко резче. Поэтому, как бы, без тоже лишнего труда мы пошли в топ-4. В топ-4 мы встретились с нашим уже киевским другом. Постоянным соперником на Мерседесе 190 модели. Это у нас Сергей Кремец, команда на Моторсту. Получалась там такая ситуация, что, так как я по квалификации занял в лучшее место, еду первый. Вот, первый свой проезд я проехал очень хорошо. Вот, во второй проезд Сергей Кремец игнорировал шикану и проехал прямо. На что судьи приняли решение дать проигрыш Сергею. Смотри, только что он поехал неправильно. И тебе могут сразу дать победу. Либо, если ты не против, мы можем все-таки поехать. Я за честную победу. Знаки передай. Вот, в последней дуге почему-то у меня перестает крутиться руль, его клинит и, в принципе, я вылетаю за трассу. Если бы у меня было, я думаю, просто выравнение, мне бы сделали минус. А так как я вылетел за трассу, то я получил ноль автоматически. Валера! О, п***ец! Ну, на самом деле, я... Ну, здесь ты, кто-то так набокопорил. Вот, ты, п***ь! Это было б***ь! В Анма Тайме мы оба переобгули резины. Мы выиграли у него. То есть мы сразу же уже получались на третьем месте. Мы на самом деле, как чувствовали, что мы попадем друг на друга? Весь тренировочный день мы ездили вместе. Вот, в этом и вето, удачи тебе за честную победу! На поклоне пилотам было очень весело. Зрители такие были, знаете, душевные. Поддержка была крутая. Да и, в принципе, знаете, этап был очень веселый. Без всякого, как говорится, говна. Без всяких претензий, без всяких подстав. Все пилоты ехали настолько открыто, знаете, как будто мы дружим всю свою жизнь с детства. И мы просто катаемся в свое удовольствие, а не ради каких-то кубков. Вот я считаю, что так и нужно кататься. Потому что многие у нас украинские пилоты, да и, в принципе, зарубежные пилоты, они катаются ради титулов, ради кубков, ради денег. Нет, это неправильно. Получается просто говно-дри. Тот же мой следующий заезд уже был финальный заезд почти с Виталием Людом. Мы проехали, я первый. Он первый, только поменялись местами. Все было круто, но нам объявляют, вам мотаем. Ну и тут уже, наверное, была усталость, моя снова поврежденная рука, какие-то нервы. Вот, я лажаю. Причем лажаю конкретно, я перевинчиваю мотор, у меня обрывает ремень, который, в принципе, отвечает за надувство автомобиля. Я остаюсь просто без компрессора, без надува на каких-то там, наверное, 300 силах, на безумной зацепе, я не могу машину просто сорвать. Проигрываю. Вот, время не заменить ремень у нас, к сожалению, нет, поэтому вход вступает в бой Мони. Я выезжаю снова с Сергеем Клемцем. Ну, какого-то хера на старте Мони. Перестает дуться, перестает работать с цеплением. Просто машина перестает ехать. Сергей вообще не понял, он оторвался от меня на старте, наверное, корпус от на 5. Я его не мог никаким образом догнать. Она не дует задять вообще. Она такая шерсть, что она все через два, послушай. И по приезду в Харьков мы разобрали полностью трансмиссию. И мы увидели камень. Мы увидели камень просто в коробке передач, который находился возле датчика коренвала, возле муховика. А, в принципе, как вы знаете, датчик коренвала отличается за смесь образования. В итоге Винницкий этап для нас закончился, можно сказать, небольшим техсходом двух машин. Хотя, наверное, нужно уже строить третью машину. Хочу рассказать вам немного о бомбе, о подиуме. Это был мой видео. Бля, бля. Это был мой первый подиум. Это был мой первый подиум за, в принципе, 3 года, в 200 и 2 года на Е-92, в принципе, на новостоковой конфиге. Очень большой, в прямом и переносном смысле позитив. Это пилот нового поколения. Это пилот нового уровня. Это пилот с очень серьезным, правильным подходом к дрифтингу и вообще вот отношению к своей подготовке, к машине, к команде. Вот давайте пригласим его. Большого позитива. Никифоров Виталий. Виталий Виталий. В третьем месте. Здорово, Ольга. Я вам скажу, ощущения такие разные. В принципе, руки трусятся. Шампанское отрыть не можешь. Но я понял одну вещь. Почему все стремятся на тумбу? Шампанское вкусное, реально. Оно сладенькое, такое классное. Я думаю, всем плевать на эти кубки, на эти все грамоты, на денежные призры. Шампанское реально вкусное. Вот. Третье место занял я. Второе место занял наш друг Лютый Виталий из Одессы. И Сергей Кремец в своих первое место. Вот. Сейчас же мы, в принципе, усердно готовимся к Одессе. Вот. Будем ехать. Будем ехать круто. Будем ехать в угле. Будем ехать быстро. Шкачатами, да? Вот. Будем вас что? Будем вас радовать. До встречи в Одессе. Кошак передает всем привет. Без кошаков, в принципе, в видео было бы намного скучнее. Да? Ну все, прощайся со всеми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok